Всем привет! Сегодня хотел бы поговорить на тему дилеров и той дичи, которую они творят на рынке. Вообще, что происходит на авторынке покупки новых автомобилей. С супругой мы ездим на Volkswagen Passat, но ее этот автомобиль сейчас все меньше и меньше устраивает, потому что если приехать во дворы, то, соответственно, на нем очень неудобно. Он довольно длинный, широкий, и парковаться становится все сложнее и сложнее за количество автомобилей, которая появляется в городе. Хочется ей маленький городской автомобиль, на котором будет комфортно передвигаться, но при этом она не почувствует какого-то дискомфорта в плане удобства автомобиля. У нас есть второй автомобиль Suzuki X90, где-нибудь ссылочку на видео дам здесь, то, о том, что он себя представляет. Она его вообще не рассматривает как автомобиль, она просто в нем не уверена абсолютно, поэтому боится на нем ездить. Ну, если человек в чем-то не уверен, сомневается, что с ним произойдет что-то плохое, то, в принципе, это и может произойти. Не настаиваясь, чтобы она на нем ездила, да и к тому же сейчас Suzuki находится в глубоком ремонте. Там распилен кузов, и вообще ремонтные работы проводятся. В итоге у нас один автомобиль. Мы стали ездить к гилерам, смотреть, соответственно, что предлагается на рынке, что можно посмотреть в B-классе, в гольф-классе, что можно подобрать. Из интересных вариантов просматривали Audi A3, хотели ее приобрести в комплектации с двухлитровым двигателем, чтобы она была с полным приводом, но нам сказали, что таких машин не ждите, их не будет. И вот у нас единственный вариант есть, стоит это 1.4, с турбинкой, 150 сил, коробка 8 передач. Никаких роботов, соответственно, никаких там попогреев, нет, попогреев есть, обогревов руля, обогревов стекла нету, каких-то складываний зеркал нету. В общем, комплектация на самом деле довольно бедная, но при этом там говорят, вот она супер-классная. Внутри она деревянная, Audi A3 деревянная. И единственный ее плюс в том, что дилер продает ее по цене даже ниже, чем RRC, розничная рекомендованная цена. Отдавали модель, которая в салоне стояла, за 2,750. Вот мы, конечно, посмотрели, потому что ценник довольно внушительный, и сходу делать покупку на такую сумму для нас серьезный шаг. Поэтому мы ушли в размышления. И тут мы возвращались вечером по пробкам, и, соответственно, чтобы не стоять до дома в пробке еще лишний час, мы решили, давай заглянем в автосалон в фольксвайне, посмотрим, что у них есть. И уже, соответственно, пробочки, наверное, рассосутся, быстрее до дома доедут. Пришли, а там в автосалоне шаром покатили, там буквально 5 машин на весь автосалон, три пола на палке, Туарет и Тегуа. Ни Таусов, ни Гольфов, ни Пассатов, вообще ничего больше нет. Диля спрашивает, вы знаете, что вы хотите? Мы, конечно, знаем, что мы хотим. Нас интересует городской автомобиль, маленький городской автомобиль, либо Volkswagen Polo в максималке, ну, либо можете нам предложить Гольф, давайте посмотрим, что есть по цене. Ну, начнем с Гольфа, ну, его просто проще отмести и не объяснять. У него прайс по официальной, да, 2,550. И дилер говорит, нет, за такие деньги вы никогда не уедете. Как бы минимум 3,200. Я задаю резонный вопрос, как бы, а смысл тогда нам брать вашего Гольфа, которого те же самые 1,4, 150, 8 i-Syn стоит, как бы, что в школе Octavia, что в Audi A3. Только Audi A3 отдают за 2,750 из салона, просто вот садишься и выезжаешь за эти деньги. А вот, говорите, 3,200 и вообще, как бы, ничего особого. Ну, говорят, автомобилей мало, типа, каждый делает свое решение сам. Я говорю, ну, понятно, как бы, ну, 3,200, какая-то совершенно нечеловеческая цена для Гольфа, обычного, ну, просто максимальной комплектации. То есть тут не про GTI идет, но GTI для нас это вообще автомобиль с избыточной мощностью на передней оси. Ну, пройдемся теперь по поликам. Поло в максимальной комплектации, а подразумевается, что для нас максимальная комплектация, это чтобы был турбированный мотор 1,4, правда, там 125 лошадей, коробочка DSG, быстрый робот. Asin 1,6, ой, шестиступенчатый, вообще не рассматриваемый, это флегматичная довольно коробка передач. И именно вот интересует связка турбированного двигателя плюс робота для этого городского небольшого лифтбека. Вот, ну и, соответственно, розничная рекомендованная цена, где-то 1,450,000 начинается. Но с хорошей комплектацией, если еще спортсидение с интересным профилем поставить, то, соответственно, у него полтора миллиона. Сколько вы думаете, дилер хочет за это? Дилер хочет миллион восемьсот. И эта машина будет не завтра, послезавтра, как бы ее нужно ждать еще из подставки около трех-четверых недель. Вот, у меня нет никаких претензий к менеджеру, который с нами общался, потому что он предупредил, да, ну вы понимаете, какая ситуация на рынке, я говорю, я прекрасно понимаю, вот наш салон, да, дилер, дилер, фольксваген диктует такие условия. Условия, конечно, дикие, просто рынок вообще невменяемый. Мне даже интересно стало на следующий день, а насколько больше стали зарабатывать дилеры? Просто за язык менеджера не тянул, он сказал, наш салон лучше в России, мы продаем по 200 машин в месяц. Вот, когда сейчас такой ад треш творится на рынке, они продают по 200 машин в месяц. Вот, ну, несложно прикинуть, да, что накидка 300-350 тысяч на автомобиль, минимум. Потому что Touareg с базовой ценой там 5500 стоит у них в салоне за 8700. Как бы, что из себя там все остальное представляет, даже страшно подходить. Ну, то есть я бы посчитал, что они как минимум в базе автомобиля закладывают 350 тысяч. Это помимо той маржи, которая вот заложена в рекомендуемую розничную цену. То есть 350 на 200 автомобиль, это 70 миллионов в месяц прибыли просто с наценки на автомобиль. Учаянная пауза, клиенты подъехали чуть раньше, провел съемочку, продолжил свои мысли. Нашел информацию о том, сколько зарабатывали дилеры до того, как наступила пандемия, стандартный месяц, когда вот не было этого треш-ада, что творилось. То есть дилерский центр, в котором работает 6 менеджеров по продажам, делают от 30-35 автомобилей в месяц в среднем. Кто-то больше, кто-то меньше. Это порядка 200-200 копейками автомобилей в месяц. И они зарабатывали для автосалона 10-12 миллионов рублей. 10-12 миллионов нужно понимать, что это с учетом маржи, которая заложена в новый автомобиль. Это дополнительное оборудование, это страховки и это кредиты. То есть мы видим, что куча финансовых инструментов приносила прибыль, которая в разы меньше, чем сейчас. То есть 10 и 70 миллионов. То есть 7 раз, это прям, это разрыв. Еще чуть-чуть и можно дотянуть до порядка. А если смотреть просто по маржи, которая с автомобиля приносится, не смотреть на кредиты и так далее, то я думаю, как раз этот порядок наберется. То есть жадность дилеров в данной ситуации просто возросла на порядок. И это печалит, потому что они не думают о последствиях того, что произойдет дальше. Что делать? Я морально не готов, например, заплатить за Volkswagen с переплатой в 300-350 и более 1000 рублей. То есть это больше 20%. Потому что при покупке нового автомобиля я заплачу налог, тот же самый НДС. То есть государство уже включило стоимость этого автомобиля. Государство с меня поимело, с меня дилер поимело. С меня сверху еще хотят поиметь. Как бы, ну, автомобиль столько денег не стоит. Поэтому в данной ситуации либо нужно подождать, когда более-менее стабилизируется ситуация, деньги можно, я не знаю, пустить в оборот, приумножить, чтобы они не потеряли свою функцию как денег, то есть не подешевели, инфляция их не съела. Либо, соответственно, искать другие варианты. По поводу других вариантов. Ну, сейчас можно в новостях заметить, что китайцы прям растут, растут и растут. В продажах более заметно стали на дорогах. Тот же Хавейл по Петербургу я все чаще и чаще вижу. F7, F7X и July, July, Coolray, по-моему, и Atlas, JG, Atlas. Их реально стало много по сравнению с тем, что было пару лет назад. Потому что китайские дилеры, они не перешагнули ту черту, что нужно сметать максимум сливок с рынка. И продолжают продавать ту цену, которую заявлена производительным розничная рекомендованная цена. Но кроме китайцев, есть и другие производители, на которых стоит посмотреть. Я, конечно, не говорю там про божественную Toyota, Mazda, кто у нас еще есть, корейцы, которые просто немыслимые накрутки сейчас делают. Потому что это популярные автомобили, они хорошо берутся. То есть, какой бы ценник ни прикрутили сверху, все равно люди найдутся, которые переплатят. А вот как альтернатива, мы просто из того, что я могу бы рекомендовать жене, это Peugeot 2008. Мы приехали в салон, и цена, за которую он выставлен, да, этот автомобиль дороже, чем Volkswagen Polo, чем Rapid. Но он дешевле, чем Golf. Да, это автомобиль B-класса. Но он нафарширован, укупликтован достаточно хорошо. То есть, это современный автомобиль с интересной комплектацией и с количеством опций, которые, по нашему мнению, являются достаточными. И цена у них чуть-чуть выше, чем розничные рекомендованные. То есть, они сверху добавляют допов в виде зимней резины, обслуживания автомобиля, какие-то еще плюшки в виде ковриков и так далее. То есть, от 50 до 100 тысяч в виде доп. опций, конечно, прикручивать сверху, но нет такого наглого, из пустого воздуха выданного при прикручивании, как это было на примере Volkswagen. Mercedes, честно говоря, даже страшно смотреть. Потому что два года назад смотрели мы на Ашку, да, приемли, еще более-менее была цена, но на тот момент второй автомобиль не было необходимости. Сейчас к Mercedes, я думаю, даже нам не стоит подступаться. Плюс я не представляю, сколько в премиум-сегменте пытаются накрутить денег сверху. Вот в Audi продажи хуже, поэтому они там реально делают даже скидки от той цены. Что я рекомендую в этой ситуации, либо дождать, либо искать альтернативные варианты, но точно не идти на поводу у зараживавшихся дилеров, давать им кровно заработанные деньги, честным трудом, за то, что, ну, такая ситуация сложилась на рынке. Просто, чтобы они заработали на вас, сверхприбыли, ни за что. В следующий раз я хотел бы рассказать о том, почему приходят мысли в голову о смене автомобиля, когда приближается значение на одометре к 100 тысячам километров. Так, сейчас всем желаю удачи на дорогах и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»